Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». О прогнозе астрологов с 29 января по 4 февраля узнаем прямо сейчас. В начале выпуска астролог Янина Балашова расскажет о знаке Зодиака Водолей. Водолей. Водолей отличается оригинальным взглядом на мир. Иногда складывается впечатление, что они витают в облаках и живут в какой-то своей воображаемой вселенной. Представителям воздушной стихии свойственно абстрактное мышление, поэтому их действия и решения не поддаются логическому объяснению. С Водолеями хорошо начинать новые проекты, которые кажутся фантастическими, но обычно опережают свое время. Стихия людей, рожденных с 21 января по 18 февраля – это воздух. Управляющие планеты Сатурн и Уран, камень удачи Амекист. Водолеи изменчивы по натуре, но сами не любят перемены. Это творческие люди, очень независимые и свободолюбивые, всегда устремлены в будущее. Это прекрасные идейные вдохновители, но, увы, требовать от водолеев дисциплины не стоит. Они терпеть не могут, когда их ограничивают и выдвигают конкретные требования. Кто-то на этой неделе будет очень настаивать на встрече с овнами. Вероятно, это не романтический интерес, а вопрос, связанный с вашей профессиональной деятельностью, который требует вашего особого внимания. В этот период звезды не советуют проводить важные переговоры, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на определенной теме разговора. С 29 января тельцам нужно как можно больше времени посвящать себе и всему, что вам нравится. Будь то хобби, фитнес, спа-салон или шоппинг. Период обещает порадовать представителей знака приятной, расслабляющей атмосферы, позволяя почувствовать гармонию с миром и с собой. А выходные звезды советуют провести на природе, среди сугробов снега и хвойных деревьев. Близнецам астрологи советуют не спешить объяснять кому-то свои профессиональные приемы и раскрывать секреты мастерства. Все имеет свою цену. И чтобы извлечь пользу из вашего опыта, человек должен как-то вознаградить за эту возможность. Еще в ближайшие семь дней представители воздушной стихии будут отличными дипломатами и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно. И с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. На этой неделе раки будут в центре внимания. Звезды обещают, вам не удастся затеряться в толпе. С 29 января вы чуть ли не каждый день будете получать много самых разных предложений. И забудьте о скромности, постарайтесь воспользоваться открывающимися перспективами. 31 января произойдет лунное затмение в знаке Льва. Представителям этого созвездия астрологи советуют на этот период не планировать ничего важного и ответственного. Лучше погрузитесь в фантастический мир виртуальной реальности. Для этого достаточно открыть интересную книгу или купить билет в кино. Яркое воображение львов на этой неделе поможет отдохнуть от обыденных дел и зарядиться энергией. Тем более, что к решению конкретных задач период все равно не подходит. Девам может поступить весьма заманчивое предложение. Однако, прежде чем на него согласиться, звезды советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, деве следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же вы поторопитесь с ответом, то рискуете проиграть. Ведь, как известно, не все то золото, что блестит. На этой неделе весов будет интересовать все мистическое и загадочное. Кто-то решит заглянуть в будущее при помощи астрологии или гадания. А кто-то же сам попробует освоить ту или иную форму прорисания. Некоторые представители этого знака зодиака и вовсе обнаружат, что их призвание находится именно в сфере таинственного. Скорпионам астрологи советуют в ближайшие семь дней уделить особое внимание музыкальному искусству. Любимые мелодии в этот период – ваши средства релаксации, советчик и источник вдохновения. На этой неделе стрельцы рискуют стать объектом нападок и придирок со стороны окружающих. Возможно, кто-то будет недоволен вашими словами, внешним видом или продуктивностью работы. Кто бы это ни был, он об этом пожалеет. Если стрельца как следует разозлить, он сумеет дать отпор, обидчику. Астрологи советуют козерогам узнать какого-то человека получше. В будущем эта информация вам пригодится. Также эта неделя идеальна для новых знакомств, общения, романтики, путешествий и творчества. Водолеи могут обнаружить в себе новые таланты и способности. На этой неделе даже можно воплотить давнюю мечту и начать превращать хобби в источник дохода. 31 января Меркурий переходит в ваш знак, поэтому сосредоточьте свое внимание на общении с людьми. Обязательно консультируйтесь и интересуйтесь мнением других людей, если возникают вопросы. Рыбам также астрологи советуют больше прислушиваться к мнению людей, которым вы доверяете. В некоторых ситуациях представители водной стихии будут не способны правильно оценить ситуацию, взвесить все плюсы и минусы. Чтобы предугадать развитие событий, попросите близкого человека помочь разобраться в важном для вас деле. Также рыбам стоит готовиться к тому, что обстоятельства на этой неделе будут развиваться не так, как они планировали. Важно не противиться переменам и не плыть против течения. Вот такую неделю обещают нам звезды. С вами была Наталья Буслаева и программа 12 созвездий. До новых встреч и будьте счастливы!